и снова здравствуйте всем привет давайте попробуем сделать в the brush именно шлем конкискадора как это дело будет обстоять так сначала подключу референс чтобы хотя бы видеть что он из себя представляет ну давайте вот этот так теперь открываем опять же сферу вытягиваем edit make polymesh shift левая кнопка мыши выравниваем в viewport подключаем нашу текстуру нажимаем вот на этот значок ничего тут такого серьезного значит вытянутый вытянутая сфера и закругленные вот эти края так не проблема делаем shift z убираем видимость текстуры так здесь опять же маскируем где-то давайте до половины делаем экстракт саптулах с дублированием ацепт так теперь верхнюю вот эту можно так велит удалить так и вот у нас остается вот эта полоса давайте попробуем ее вытянуть так вот вам уже почти американский именно шлем чуть поменьше надо вот эту сферу и вот такие у них тазики были на голове так эта штука у нас есть теперь shift z опуск утяжка и наклон все понятно так делаем сначала делаем утяжку так вот так смотрим вроде бы нормальная здесь возможно еще сделать растяжение побольше ну теперь что опять делаем геометри дайномеш резолюцию побольше так теперь маскируем верхнюю вот эту часть и маскируем половину нашей вот этой сферы но здесь ротации попробуем отключаем гизма так выводим ее где-то вот сюда как раз ну как то так то теперь делаем растяжение ну и нужно загнуть ну загибать наверно будем уже кисточкой так снимаем делаем модифе топологи мира так вот уже что то такая получается делаем дайномеш преобразуем сетку шрифт z вот нужно теперь вот это все загнуть так выбираем мофф эластик можно или мофф топологи давайте мофф топологи так x симметрию включаем и тут у нас вот начинается опять деформация значит возвращаемся control z на исходную позицию и сразу тут уже делаем вот эти завороты но вот эту часть вот тут эта часть которая идет к хлему нужно чтобы она как можно плотнее прилегала так чтобы потом склеились вот эти все наши мыши так и немножко припустим шрифт z ну да тут немножко поднята так теперь нужно поработать вот с этой частью ее нужно увести немножко вглубь чтобы не было вот этой ломки а здесь сделать помягче переход ctrl z ну как то так то shift z и вот эту сферу сделать ctrl и так здесь уже можно и через alt подправить чуть чуть повыше вытянуть как то так то и через alt перекручиваем подставляем подставляем по центру подставляем по центру и нужно немножко ее сплюснуть во ну как то так то так возможно еще тут я немножко сплюснуть и еще как бы повыше поднять ну нормально делаем ctrl и так теперь уголок поднятый так вот здесь сейчас не получится руководить ей здесь уже нужно делать мира and well получается вот такой вот шлем конкискадора теперь нужно немножко тут shift потом выгладить так ну давайте еще дайна мы сделаем и с помощью мофта apology немножко подкорректируем наш сам вот этот шлем именно сбоку подведем вот эту грань чуть чуть повыше немножко все это дело по выглаживаем так здесь получились у нас порывы почему у нас порывы потому что слишком тонко вот это вот вытяжка так это мы исправим с помощью значит деформации и инфлата люблю эту кисточку и делаем дайна мэш так чуть чуть не закрыла это потому что полигоны далеко мы это дело сейчас исправим накидав чуть чуть массы надо было потолще крикант брать тоже не проблема накидываем делаем дайна мэш опа и вы видите что произошло с нашим шлемом так это значит шлифтом и попробуем тогда мофта apology закинуть и сделать дайна мэш теперь поменьше резолюцию и немножко поднабросать сюда еще массы ctrl z на двоечку так выглаживаем наши вот эти казусы чтобы не было вот этих переходов вытяжки корректируем немножко еще вот эту вот часть ну вот как то так то шлифт z тут значит она так не идеально она такая круглая так что мы можем вот так аж сплюснуть вот где то теперь вот в таком виде вроде бы как оно cfz и надо вот этот хохолок добавить так как его будем добавлять это уже дело в аппенд мэши выбираем какой-нибудь мэш который более-менее подходит а подходит нам значит ринг вот этот 3d почему он сейчас я вам покажу потому что у него уже такая приблизительно форма вот вот shift z так это можно вытягивать его можно усаживать его так вниз а самое интересное что если мы сейчас вот здесь вот так его замаскируем пополам так 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 это и попробуем теперь перекрутить наклонить его вот так и отзеркалить обязательно отзеркалить это модифит аппарат ну вот в принципе тот же самый хохолок только теперь краску нужно отключить нужно поработать вот с этой штукенцией здесь можно все выгладить потом можно где-то надуть не проблема но это уже при дайном эши так теперь отрезаем ненужное вот как-то так и через альт загибаем кисточку ну вот таким вот образом тут можно сразу сгладить и вот эту часть нужно нам оттянуть так тянуть можно control включаем ставим круг и вот если мы сейчас вот это все дело замаскируем делаем control и и просто так ее вниз вытягиваем так надуваем чтоб она надутая была снимаем маску делаем всему этому дайном эш перерасчет сетки так здесь можно резку выбрать другую кисточку чтобы все это дело было значит ровненько бамс и вот так все это дело отрезаем так ну а здесь уже так а здесь можно попробовать давайте вот эту попробуем о неплохая кисть так здесь все выглаживаем смотрим как это все будет на шлеме так теперь это все дело еще можно перекрутить подогнать усадить его поглубже shift z и тут уже он еще как бы должен быть пошире и так он должен быть пошире и поострее отводим заводим заводим мин у радио ин ية продолжим покрыть мир энд вел и так. Ну а чё и неплохо. Только надо с этой стороны. Так, там раз. И делаем mirror and well. Так, ctrl z. Надо сделать чтобы он был еще поострее. Так как-то. А теперь попробуем его надуть. Надуваем и пробуем еще вот так отсобасить. Так, а такая резко не прокатывает. Здесь тоже острая. Тогда попробуем середину замаскировать. Так, сначала давайте вот этот край. Вот тоже эксперимент. Неплохо. Так, тогда тут еще половину. И попробуем ротацией. Во! Ну вот теперь уже другое дело. Здесь пробуем тоже пополам. И вот до сюда. Вот так. Во! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, эта штука уже неинтересная. Ладно, пускай пока такая будет, потом если что... Так, ну вот... Такой вот шлем. В принципе, чё? Похож. Не знаю, тут с этой стороны может его по всей длине пустить. Так будет прикольнее, наверное. Так, если вот так её сделать... Так... И перекрутку сделать... Как-то вот так, наверное. Вот так будет прикольнее с выступом, вот с этим... Ну и немножко корректировки... Вот этой, значит, части. Чуть-чуть её поровнее... Так... 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 ну вот что-то в этом духе получается где-то выглаживаем чтоб он был мягче можно добавить клепки или лучше давайте добавим каких нет рисунков так это у нас импорт альфа какую тут альфу можно присобачить ставим drag rect так на кисточку brush ставим backface mask иксиметрия стоит получается значить вот такая штукенция тут листочки там листочки так хочу по кампу добавить давайте еще какой-нибудь это такую найдем вот Продолжение следует... Так, цветы и узоры. Ну и тут можно вот что-нибудь этакое добавить, еще альфу понаходить. Так, что у нас тут еще есть? Давайте шкелетов подобавляем. Продолжение следует... Чуть-чуть шифтом их примнем. Ну и здесь тоже с задней части вот такие как бы узоры что ли. Так, ну и поверху тоже тогда дорисуем. О! Ну что так прикольный шлем. На нос тоже сюда немножко как бы ржавчина она должна быть или... Вот такая штука. Подгружаем текстуру. Так, текстура значит... Вот он, металл. Так, альфу отключаем. Драгрект отключаем. Ставим на RGB зад. Отключаем текстуру. Уменьшаем, чтобы рисунок был получше, покачественней. Вот так. Прибавляем цвет. Свет. Свет. Через ALT лево окно. Камыш выбираем, значит, нашу вот эту каску. И красим. Ставим цвет белый материал. ну вот что да неплохо ну и хребет вот этот тоже shift z можно вот эту темную часть уже взять и хребет покрасить так еще что можно сделать развернуть текстуру и попробовать вот так и покрасить может быть рисунок лучше будет немножко замаскируемся и по хребту проведем чуть-чуть так и внутренняя часть у нас не красилась да потому что у нас отключена значит внутренняя прозрачность чтобы стенки внутренние не рисовались выбираем теперь вот этот цвет c уменьшаем нашу резолюцию кисточку поменьше прям ну и чуть-чуть где-то цветы помалюем так это поменьше еще резолюцию и вот здесь вот обводки по поделаем чтобы было видно листья вот где-то затянить немножко геморро ну зато потом будет красиво это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит... Потемнее... На хребтах тоже чуть-чуть... Вот здесь вот... Так... По внутренности тоже... Где-то можно... Попроходить... Вот внутри там... Потом по канту... Вот так пройти... Потому что когда будет шлем одетый... Ну, чтобы цвет... Как бы выделялся... Так... Что еще... Где-то... По хребтам... По цветам... По верхам... Помазать... Ну, вот... Получился... Вот такой шлем... Конкискадора... Все... Пока... До свидания... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...